Здравствуйте, земляне! Я Александр Док. Вот приехал на обед домой. Пойду сейчас в сад. Там сосед попросил убрать ряд деревьев. Они затеняют ему его огород. Ну, посмотрю, как там идет работа. В общем, пойдемте со мной. Здрасте! Пропускай, Марсик. Мирка. Жорик. Лирик. Ну что, пойдете со мной в сад? У меня есть 10 минут времени. Лирочек, пойдем. Лирочек у нас немножко пострадал. У нас они через раз страдают. Один раз Марсик, другой раз Лирик. У нас не страдает только Жорик и Мирка. Потому что они не дерутся. Пошли потихонечку. Доковыляешь? Давай. Заживет, уже лучше тебе. А эти любители подраться. Ну, уже Лирик бы взял, бы уступил. Сказал, уже старенький. 9 лет уже собачки. Нет туда же. Все к молодым. Идем в сад. Посмотрим, что там Серега натворил. Он должен потихонечку убирать деревья. Я говорю, тебе помощника надо. Он отказался. Говорит, я сам. Лирик. Так смешно. Лирик, пойдем. Есть, знаете, такое выражение. Мальчик для битья. Слышались, да? А Лирик это для сожаления. Когда кто-то смотрит на Лирика и видит, он сразу начинает его жалеть. У него глаза такие. Вообще-то, вы видели собачку, у которой негрустные глаза? Наверное, таких нету. У всех они с грустинкой. Ну, идем. А Лирик особенно. И он вызывает жалость. Ну, можно сказать, беспочвенную жалость. Потому что, пошли, он не страдает. Он накормлен, напоен, уложен в кроватку. У него две будки, у него однолетняя, другая зимняя. Он получает дополнительный паек в виде косточек. Мы этим вот косточки не даем, потому что у них глотки так устроены, что они с костями не дружат. А Лирику даем косточки. Лирик сам купается вот в этом пруду, заплывает. Иногда и рыбку ловит. Ну, как, если какая-то рыбка всплывет там, он ее может взять. Потому что здесь рыбы много в водоеме. А эти более-таки, как бы сказать, они же эти ж гибридные собачки. Ну, в каком смысле? Ну, выведенная порода. Если Лирик, он адаптирован ко всему. Это чистая дворняшка. Ну, кто-то говорит, что он на кошки похож. Где ты? Лирик, иди. А вообще-то это маленькая овчарка. С короткими ножками. Лирик, пошли. Ну, почему-то все Лирика жалеют. Не знаю, почему. Ну, знаете, у каждого свой характер. Мирка, она обжора. Жорик, он мажора. Лирочек, он у нас брутальный пес. Лирочек, ой, Лирочек, извините. Морсюнчик. А Лирочек у нас для страданий, для жалости, для сожалений. Такой, знаете, был персонаж. У Джека Лондона есть рассказ «Морской волк». И там есть, был такой кок по имени Магрич. И вот он, ну, там, воевали они с одним посетителем судна, я забыл, что-то его, Вайвендин, по-моему, да, Вайвендин. Попал на корабль к Марсе, к морскому волку, волку, волк Ларсен. Вот, и на него этот повар точил зуб. Ну, точил, он почувствовал в нем, как бы, слабинку какую-то. И пытался главе отстать. И вот они там друг на друга ножи точили, угрожали. А потом волк Ларсен кинул его за борт этого Магрича. И ему акула откусила ногу. И он потом уже стал слабее этого. Ну, поняли, с кем он враждовал. И у него, к нему стала, это самое, проявляться жалость. Что-то я тут начал рассказывать. В общем, почитайте «Морской волк» и поймете. Так, ну что, тут где-то Сережа. Ого! Иду. Тут у нас, гляньте, лесоповал. А вот эти деревья, видите, как отклонилась береза, смотрите. Вот этот ряд мы убираем. Ну, сосед попросил, еще раз объясняю, там уже много раз говорил. Там за забором у него растет кукуруза. И он говорит, что от твоих деревьев тень падает, и кукуруза плохо растет. Хотя, я не знаю, наоборот, деревья притеняют, и наоборот, не сгорает урожай. У меня, например, все здесь в саду растет. Все, под деревьями. И сад даже. Я специально посадил деревья, чтобы была тень. Привет, Сереж. Ну что ты там? Ты как, этот... Аккуратненько. Уже это будешь? Тополь. Жалко, такие-то поля. Ну, как жалко. Вот, видите, как отклонилась. Сейчас я перейду. Видите, как отклонились эти деревья? Они аж растут вот с наклоном. Вот, дубы все. И в разные стороны. Видите, это растет сюда, а это уходит сюда, друг от друга убегает. Поэтому уберем этот ряд, вот этот. И... Ого, сколько здесь леточек. И будут эти, зато потом деревья хорошо расти. Сразу же и сосенки пойдут в рост. Все пойдет. Где ты там, Сереж? Как раз на солнце? Здесь. Помаши человечество ручкой. Ты ее уже подпилил или еще нет? А ты просто привязываешь, да? Нет. Куда будешь, Сереж, этот валять? В какую сторону? Да сюда буду, наверное. Вот, в проход, да? Ну да, но я ветки убирать пока не буду. Ты же смотри, будешь тогда валять этих... Закрой сад, бульдожки, чтобы тут не бегали. Вот тут у нас, видите? И вот у нас здесь, видите, вот под ивушками мы сажаем перец, картошку, помидоры, огурцы. И все великолепно растет. Наоборот, не сгорает. Наоборот, хорошо. Ну, почему-то, не знаю, мне кажется, может, зависть. Скажет, вот, блин, он там орехи собирает с тополей. А у меня кукуруза не растет. А ты подстрахуешь, подпилишь, а потом потянешь, да, Сереж? Ну, да. Ну, ты же так веревку рассчитываешь, чтобы это, тебя не накрыло этой. Не, ну, я аккуратно. Не, длину, я говорю, понял? А то у нас было, потянул дерево на себя кто-то там. Ну, как бы, веревка должна быть двойной длины от этого дерева, от высоты дерева. Нет, ну, я же ее буду об акацию обкручивать, и потом затопаю. И потом будешь страховать. Ну, это страховка у тебя, да? Ну, да. Ну, в общем, направляешь проход туда, да? Все, да Серега-то сообразил. Ну, где вы тут? Поразбежали. А вы, чтоб не ходили без меня, ясно? Марсюнчик, слышал меня? Марсюнчик. Сосредоточенный такой этот Марсюнчик. Когда в саду находится, к нему и на кобыли не подъедешь. Деловой такой, не то, что мирка. Мирка простая. А этот нет. Этот завхоз, директор, начальник. А Жорик он такой, он нейтрал. Нейтралитет. Ему скажешь, поехали в Краснодар. Он в Краснодар. Скажешь, поехали в Кавказскую. Он в Кавказскую, куда хочешь. Вон, у нас на две хаты живет. Поветелька. Ну, смотри, Сереж, потом вот эти вот сосенки что-то будем делать. Да, рассаживать надо будет. Пока еще можно. Потому что слишком густо они, да? Или, если они вверх уйдут, тогда будет нормально. Да нет, они сильно близко. Они разрастутся, они будут друг другу мешать. Нет, если их вверх сформировать, они же стволы голые останутся, а верхушки там будут. Если мы будем их вверх гнать. Или через одну, тогда... Да, конечно, густовато, да. Ну, это уже по осени, может быть, и рассадим, да? Куда-нибудь. Может, на работу отвезу в Металлик. Так, ну что, команда, где вы? Уходим, да? Сереж, давай мы уйдем. Потому что тут место опасное. Такие ветки падают. Да, вот этот топор, видите, обрезали. Теперь этот будем обрезать. Ну, зато вот эта сосенка пойдет. Вот она. Вот эта вот ивушка пойдет. Клен пойдет. Потом, вот моя гордость, это красный дуб. Вот он. Сейчас покажу. Вот он, красный дуб. Он пойдет. Потом вот одна березка. Вон вторая березка. Все это уже теперь растет по закону. Закон позволяет 4 метра можно сажать деревья. Ну, не ближе 4 метров к забору. А у нас тут 5 метров даже есть. И еще самое главное, это... Левочек, он пришел. С нами. Самое главное, это... Вот дров сколько будем топить в металлике. У нас там 8 печек. Ну, газ рядом проходит, но пока нет возможности его завести. Документы надо оформлять. Все это в проекте, конечно, будем делать. Будем копить металлик и делать тяпки. Да, Лерочек? Ну, что, я тогда Лерка оставлю здесь, Сереж? Ну, я знаю, что он с тобой. Просто с нами пошел сейчас за компанию. У него ножка там прибаливает. Он пусть сидит тут тогда. Он-то никуда не лезет. Он спокойный у нас. Да, Лерок? Все, оставайся. Вот сказал Лерок сразу. Раз и хвостиком. Лерочек. Ты же хороший печек. Спокойненький. Бульдоги на тебя нападают. Потому что, когда они были маленькие, ты на них нападал. Забыл, как ты на Марсике ездил верхом? А он помнит. Поэтому, как аукнется, так и откликнется. Так, ну что, пойдем. Видите, вот он тоже. Это деревцо пойдет, отойдет. Здесь тоже вот спилили большую ветку. Вот она. В общем, глобальная. Такая идет реконструкция сада. Все, пока, Лерок. Эти бульдоги, они только со мной ходят. Они, ну, не знаю. Лерик вот идет к Сереге. Он может в сад пойти, прийти с сада. Он самостоятельный. Эти ходят только со мной. Они сами не пойдут никогда в сад. Не знаю, почему, но они такие вот к человеку все время. Вот у нас такая сосенка. Смотрите, уже осень. А небо какое красивое. Может быть, удастся козе увидеть. Водичка. Позрачная. Ну, я сюда, когда прихожу, показываю. Ну, нет, не видать, что козе. Она ровняно сидит. Сейчас пройду. Если увижу, значит, я его запечатлею. Ну, и сиди, Кузька. Все, мы прогулялись. Проверили, как идет обрезка. Мне надо бежать на работу. Все. Марсюнчик, пошли на выход. Все, уходим. Мира, уходим. Быстрей. Уходим. Марсюнчик, пошли на выход. Марсюнчик, пошли на выход. Продолжение следует...